Остановка общественного транспорта. Смотрите, как красивенько все сделано. Раз, два, три, четыре, пять. Четко, чисто, без всякой грязи. Смотрите, как все блестит. И они говорят, мы еще будем дальше отмывать. Ну, сделана квартира четко. Алюминиевый уголок такой современный смыться классно. Алкомаркеты, свежий хлеб, пивточка. Что есть для жизни? Даже здесь все отмыто, смотрите. Это реально круто, видите, от застройщика. А здесь плитка, здесь везде плитка. Ух ты, даже вода есть. А, здесь доводчик модный. Шикарно. Вот, смотрите, сразу все чище и вид совсем другой. У меня ощущение, что вот он умер. Блин, ну вот четко смотрится, молодцы. Сразу видно, куда должна уходить вода. Ну, отсюда, конечно, крутяцкий, друзья, вид. Место отдыха строитель. Вот тоже все на саморезах. Очень так себе. Обратите внимание, какая у нас здесь модная система-то стоит. Нормальный указатель квартир. Все в пыли, грязи. Здесь большое количество мусора. Вот, обращаю внимание, Алекс, лифт. Мы видим пол, что вообще никто не отмывал. Семена травы. Раньше была деревня. Плотный, плотный выезд, заезд будет. Соответственно, я хочу здесь купить квартиру. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня прекрасный день. Чтобы приехать в Новое Девяткино и показать вам сданный объект небольшого застройщика. Я помню, как-то делал обзор про его жилой комплекс Браунхаус. И мне тогда жилой комплекс понравился. Интересно будет посмотреть, что сейчас они сделали своим фэмилиям. Итак, мы с вами находимся на главной дороге. Здесь очень все оживленно. Большое количество машин. И днем, и вечером. И в часы пик. Напротив, через дорогу, расположено Озерцо. Но туда не так просто перейти, потому что пешеходного перехода здесь нет. А перебегать дорогу достаточно опасно. Ну что, подписывайтесь на канал, жмите пальцы и идемте. Все внимательно смотреть, как застройщик сдал и что окружает эту новостройку. Где светофор находится? Торговый комплекс с продуктовыми магазинами. До него через 2 рейтинут буквально, не знаю, 4-5 минут. Вот это Озерцо. Водоем это, конечно, классно. Но обратите внимание на количество машин. Первое, что я понимаю, это возможный плотный выезд, заезд будет, соответственно, в ваш жилой комплекс, потому что дорога двухполосная. Вот уже сейчас день. Времени у нас 12 часов 41 минута. И обратите внимание, уже такая небольшая пробка. Потому что светофора нет, а машин очень-очень много. Раньше это была деревня. Здесь вот за этим щитом даже видны частные дома людей. Здесь они живут. А вокруг уже давно высотки. Ну, как сказать, высотки. Средней этажности дома по нынешним меркам. Ну, вот смотрите, да. Раньше была деревня. Люди жили в таких домиках. Никто здесь не ездил. А теперь, конечно же, здесь огромное количество как машин, так и зданий и людей. По такой дороге вы будете к своему дому ходить каждый день. Потому что дом, вот он уже виден. Он среди зданий, застройщикам построен. Построен по панельной технологии. Отделка фасада по технологии мокрый фасад. Это когда к панелям крепят утеплитель, сетку, штукатурят и, соответственно, окрашивают. Достаточно энергоэффективная технология. Главное, чтобы было сделано все качественно. Нет уже забора строительного. Видим деревья, видим и зеленение издалека. Издалека фасад смотрится хорошо, красиво. Нигде не видно отвалившейся штукатурки или еще чего-то. Ни прокрасов, ни докрасов. Небольшие, вот на темном, видны какие-то подтеки. Не знаю, это текло или со стройки так немножко было. Потому что вот с этой стороны этого нет. Перед домом есть, соответственно, небольшая парковка. Вот здесь парковка, где вы будете парковаться. Есть места под установку внешних блоков кондиционеров. Но при этом самих магистралей застройщик здесь не проводит. Обращаю внимание, что магнит в шаговой доступности очень удобно. Всегда можно выйти, если вам вдруг с утра нужно приобрести молоко или кефир, или куриное яйцо с колбасками для яичницы, то далеко ходить не нужно. Напротив алкоголь, красное-белое, ароматный мир и другие. Итак, от застройщика мы видим, я не знаю, это их территория или не их территория, но вот деревья посажены, видно, что свежие. Травки здесь нет и здесь, похоже, ее не будет. Грязь со стройплощадки не поубирали, с асфальтированного покрытия брусчатка. Причем такая не из самых базовых. Есть семена, видны травы. Естественно, надо это поливать управляющей компанией, чтобы они взошли. Здесь кустарник, забор. Давайте обойдем по кругу, посмотрим. По фасаду пока никаких нареканий я не вижу. Видно, что тачка, что они недавно все закидали землей. Он, видите, еще дозакидывает. Вот такой классный замок. Враг точно не пройдет. Напротив дома, кроме домов, детский садик. Входы в подъезды. Пойдем с той стороны, пройдем и зайдем, начнем все смотреть. Обратите внимание на сетки под внешние блоки. Кондиционеров нигде не видно, чтобы можно было проложить маршрут. Но, к сожалению, если бы они сами прокладывали маршруты под каналы, то, соответственно, это было бы намного лучше. Видимо, стройматериал. Катушки пустые. Брусчатку, поребрик. Здравствуйте. Кусты. Семена травы, они видны. Но нужно поливать. Землю видно, уже специалисты управляющей компании подвозят. Такая эко-парковка. Еще вот с этой стороны не доделан. Здесь еще более-менее, но травы, естественно, нет. Входная группа с уровнем землей. Проход у нас Элтис. Здесь уже... Есть стекло, его закрыли. А, стекло есть, это его закрыли. Зачем-то так. Никакого тебе здесь коврика. Стройматериалом, конечно, отделку убивает очень быстро. Не отмыто. Много мусора. Очень много. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здесь различный стройматериал. Также здесь большое количество стройматериала. Видим, пол, что вообще никто не отмывал. Двери все, вот, как их открывали все в подбелке. Первый этаж. Нумерация квартир снизу, вернее, сверху вниз. Браун хаус фэмили. Здесь у нас склад ванн. Кстати, вот это очень отличное покрытие. Очень долговечное, полимерное. Ограждающая конструкция смотрится красиво, держится крепко. Но, естественно, все нужно отмывать. Непонятно, почему застройщик это все не отмыл, потому что вот-вот уже ключи будет передавать. Здесь ванны, выход во двор мы чуть позже посмотрим. Вот знаете, как в Ленинграде блокадном на окна вот так оклеили бумагу, чтобы стекла от взрывной волны не растрескались. Вот здесь такое ощущение, что так же. Почтовые ящики. Вот такие нормальные почтовые ящики. Вызываем лифт и поехали на самый верх. Лифт у нас двухсторонний расположен вот так. Это очень комфортно. Особенно, когда вы в него заносите длинномерные предметы. Вот, обращаю внимание, Алекс, лифт. Да, можно сказать, что там не супер говорят, что там лифты и так далее. Но обратите внимание на панель. Она реально крутая, современная. Смотрится красиво. Современные кнопки. Вот, большая цифра. Да, ну, смотрится реально красиво. Потому что я недавно обозревал ожилой комплекс Лесарт от Леса Рунстроя. Ну, там, конечно, этот один из самых дешевых лифтов, которые можно было кабинно приобрести. Новый лифт. Ох ты, ну ничего себе. А здесь антивандальная обшивка лифта. И вы обратите внимание, вот он, арт. Распечатали из каких-то картин. Молодцы. Ну, конечно. Ну, да, тут, понятно, уже строители понамудрили. Ну, и ЛМ такой лифт, он, знаете, отстал от жизни. Лет на 100, наверное. Потому что уже большие везде дисплеи, симпатичные кнопки. Ну, а тут так все по старинке. Едет нормально, тихо. Едет достаточно быстро. Седьмой, восьмой, девятый сейчас уже будет этаж. И мы с вами выйдем. Хотелось бы, конечно, нормальное антивандальное покрытие. Добро пожаловать домой. Но вот здесь, видимо, на четырех саморезах держится. Еще и выход туда. Держится, соответственно, кусок фанеры. Очень странное решение. Выходим. Тоже все в пыли, грязи. Здесь большое количество мусора. Что-то, знаете, такое ощущение, что то ли они быстро сваливали и не успели все вынести, то ли еще что-то гипсокартон. Указатель, где какая квартира находится. Большие классные двери. Вот я понимаю, что если это все, конечно, отмоет, будет, наверное, достаточно неплохо. Здравствуйте. Широкий коридор. Ровные стенки, что мне нравится. Так, что зумер. Во-первых, он стоит немножечко вот так, а не прямо. Зумер не работает. То есть здесь какие-то вопросы уже есть от пожарной сигнализации. Краска, пыль. Ну, вот смотрите, да, клининга здесь вообще просто от слова нет. Зато интересный цвет ящиков под электрощитовые. Вот видите, тоже все в грязи. Есть вот такие звонки. Тоже все в пыли. Двери такие обычные, но к этому цвету, кстати, они нормально подходят. Нормальный указатель. Квартир. Красиво, да? Три двойки квартира. Два замка. Ручка. Ну, так, в принципе, неплохо. Если бы это было все отмыто, смотрелось бы, конечно, совсем все по-другому. Так, у нас тут есть приоткрытая дверь. Здравствуйте. Тук-тук. Мы зайдем. Обращаю внимание, здесь красивое панно. Здесь глазок, ночная заглушка. Заходим, стяжка. Вот такая. Трис плюсом, наверное, четыре с минусом. Это у нас под трубку. Здесь оклеены обои не до конца. Да, вот он дистанционный, получается, звонок. Система вентиляции. Обратите внимание, какая она здесь модная система-то стоит. Не просто дырка в бетоне. Это, я так полагаю, что тоже под замок. Вот такая паутина из заголенных проводов. Обои, конечно, оклеены на цифру 0. Когда вы делаете проем перед тем, как поставить двери, соответственно, для того, чтобы все вот это зашить сделать, надо вот вылепить саморезы, чтобы скартон не упал. Здесь у нас ванная. Плитка большая, красивая. Смотрится неплохо. Вроде практически все ровненько. Соответственно, здесь навесной санузел. Инсталляция. Уголок. Ну, вроде так, знаете, неплохо. Еще затерочка пройдется. Будет хорошо. Но вот тут подрезано, конечно, так себе. Очень так себе. Такое ощущение, что они-то выедали. Хотя странно должен же быть хороший инструмент. Обои под окра... А, не обои, это подложка. Тут много мусора. Чувствуется влага. Демонтирован радиатор. Хорошо хоть отопление. Отключено. Вот видно, что здесь делают быстрый ремонт. Я вот не знаю только, кто здесь делает застройщик, либо еще кто-то. Но вот обои, конечно, оклеены так себе. То есть они клея пожалели немножко. Перегородки из позагребневого... Позагребневых плит. Радиатор тоже демонтировали. Окна. Последний этаж. Окна открываются плотно. Нормально. О, отсюда, слушайте, вид классный. На озеро, на частный сектор, слушайте, прикольный вид. И дом закрывает солнышко. Это тоже, наверное, плюс для меня. Потому что было бы просто жарко. Так как последний этаж здесь, это система отопления. Вот видите, вот такая труба есть классная. Плиты тоже вот странно вот здесь промазаны. Я не знаю, это делает застройщик или уже строители. Вот здесь что-то они там не дочеканили. Как-то так специфически очень. Еще раз повторюсь, если бы это все, конечно, было отмыто, вид бы совсем был бы другой. Не понимаю, почему. В данный объект выдача ключей, и никто ничего не отмывает. Что еще тут посмотреть? Давайте дальше пройдем. Ну, вот видите, да, вот такое количество мусора, конечно, считаю, не должно быть в новом сданном доме. Ток-ток. А вот это продают. Реклама висела. Однушка. Есть большие квартиры. Не бросать. Вот тут что-то техническое. Здравствуйте. Ток-ток. Есть кто живой? Значит, пану двери аналогичное. Здесь white box, наверное, можно это так назвать. Вот тоже все на саморезах. Видно, одни и те же специалисты делали. Ванна. Как-то очень странно, куда-то вот так трубу... А, это они их и так подзамуровали, понятно. Дополнительно здесь тоже. Почему эти тогда в стяжку не замуровали, непонятно, если честно. Вот тут отделки откоса вообще никакой. Тут куски откосов, как я уже говорил, на саморезах держатся. Вот она вентиляция. Разводка идет дальше. Вот, кстати, интересно, здесь и моторы, что-то такое, типа, рекуператора, но что-то такое интересное. Аэро называется. Итак, у нас что еще тут? Санузел, выводы для сброса воздуха. Тепло-шумоизоляция везде. Есть канализационная труба, обычно серая, базовая. Есть противопожарная муфта. Вот она красная наверху, то есть закреплено все хорошо. И поэтому мне нравятся панельные дома, все ровно, четко. Стены к соседям из бетона, что тоже большой плюс. Тут, соответственно, так, ну, не знаю, квалитат застройщика, отделка такая, которую они давят. Видно, это после сдачи идет сантехника. Там чьи-то личные вещи. Есть вот балконы-то или луджия. Ого, любители сухарей с плесенью и молока. О, слушайте, а здесь-то тоже такой вид-то приятный. Тут такая зелень. Дом особо в глаза не бросается. И здесь тоже хороший вид. На озеро, на дорогу. Ну, здесь, наверное, нарыт или что-то застроят, если только частный сектор не снесут. А мы видим с вами мокрый фасад. Мы видим, что нормально все сделано. То есть нигде не видно каких-то там ничего-то недоделываемого и так далее. Вот здесь, кстати, стяжка так сможет нормально. Что-то при входе такой, может быть, ее там поизносили ногами. Но это не страшно. А здесь у нас отдыхают вместо отдыха строители, которые занимаются здесь ремонтом. Открыто окно. Более, ну отсюда, конечно, крутяцкий, друзья. Вид оцените сами. Как вам? Ну, вот эти корзины, которые без подключения. Так, надо сделать фото. Здесь, соответственно, комната. Одно окно его половина. Больше света. Здесь просто одно окно. Ну, такая нормальная пломировка. Ничего такого. Когда покупаешь квартиру без отделки или с вайтбоксом, после приемки встает новая задача – ремонт. Как найти тех, кто сделает все качественно? И вообще, как понять, сколько это будет стоить? Помню, как сам искал строителей. Звонил. Ездил на их объекты. Тогда выбрал самое недорогое предложение. Но в итоге потратил куда больше. Качество оставляло желать лучшего. Все стены были неровными. Хотя строители штукатурили по маякам. Криво смонтировали даже стену из гипсокартона. Я попрощался с ними и сам принялся за работу. Всем привет! Вот и закончился мой пятничный рабочий день. Успел переодеть футболку, потому что был весь мокрый, умал лицо. Делаю ремонт своей ванны. Вот выложил плитку. Делаю вот такие полочки. Кстати, обращаю внимание, что вот эта часть из газоблока. Здесь дальше я применил гипсокартон для того, чтобы сделать вот такие красивые полочки. Вот здесь, соответственно, встанет у меня ванная ванна. И для того, чтобы она держалась за навесочкой, вот здесь я сделал вот такую полочку. Ну вот как-то так, трубы уже, разводку я все сделал. Инструмент весь я беру на прокат. Это сейчас очень легко и просто, потому что у меня столько своего нет ни плиткорезов, ни всего остального. В итоге ремонт из запланированных шести месяцев перерос в год. А это драгоценное время, которое не вернуть. Сейчас бы делал все по-другому. Я нашел бесплатную программу, где можно рассчитать смету без звонков и встреч с строителями. Представьте, вы сели вечером за ноутбук, открыли конфигуратор и за полчаса-час составили план ремонта. Узнали цены и рассчитали все материалы и работы. Открываем программу, выбираем жилой комплекс и квартиру. В сервисе есть новостройки с 2014 года. Ставим тип ремонта и переходим к настройке нужных опций. Тут все просто. Вы выбираете материалы и технические решения, которые хотите видеть в вашей новой квартире. А конфигуратор подтягивает цены и рассчитывает объем материалов и работ. Дальше можно перейти в перечень работы материалов, посмотреть все подробности или скачать смету в Excel. Конфигуратор простой и удобный. Разберется даже тот, кто впервые сталкивается с ремонтом. Если вы уже получили смету от мастеров, сможете проверить, все ли учтено, нет ли завышений или занижений в объемах работ. Расчеты помогут спланировать ремонт и закупку. Программу разработала компания Угол. Это петербургский сервис по организации ремонта. Если самим не хочется разбираться с работами, искать рабочих, материалы, заниматься проверками, закупкой и доставкой. В Угол можно заказать любые услуги. Дизайн, чертежи или полное управление ремонтом. Где Угол выступает независимым прорабом и технадзором. Ссылка на программу в описании. Переходите, считайте смету и планируйте ремонт грамотно. Пойдем вниз, пройдем пешочком. Да, ну вот это, конечно, позорище. Может быть, там тоже самое было при сдаче, конечно, не знаю. Но когда я там был, там все вытаскивали. Так, ну что, идем наверх. Кстати, очень круто сделано. Обратите внимание на лестницу. Вот реально, знаете, здесь клининга не хватает и порядка. Потому что нет ржавчины, лестница нормальная. Нет на ней там грудь цемента, как это очень часто, к сожалению, бывает. Ну вот мусор, конечно, за собой надо убирать. Вот этот ключ. Можно на кровлю выйти. Сейчас мы вот так ведерочко подставим. Вентиляция межкровельного пространства. Если не ошибаюсь, то по нормативу на 25 квадратных метров должна была ставить один грибок. Гидроизоляция. Ну тут вообще вопросов нет. Все хорошо сделано. Кровля классно смотрится. Сразу видна уклонка. Видно, куда вода утекала. Есть сетка. Молодцы. На канализации почему-то нет грибков. Хотя обычно тоже их ставят сверху. Вот это все ваши стояки. Ванны, кухни. Это, наверное, лифтовая. Ну, слушайте, кровля хорошая, большая, чистая. Вот там только единственное. Почему-то, видите, есть только утеплитель. И нет обшивки из металла. А так, конечно, тут все четенько. И вид, кстати, мне нравится. Ну, в принципе, здесь на разную сторону получается нормально. Кроме вида, который, соответственно, вот сюда во двор. Ну, это на мой вкус. Вкус у всех, соответственно, разный. Так. Ну, да, вот здесь получается. А с другой стороны, да, тут детский сад. Дома так достаточно на хорошем удалении, новостройке. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Ну, тут, друзья, уже смотреть, в принципе, больше нечего. С кровли нормально. Гидроизоляции. Тут хорошо промазали. Молодцы. Тут все четко сделали. Уклонка, кстати, хорошая. Сразу видно, куда должна уходить вода. Здесь все видно тоже, что была поверка. Тут немножечко кабель канала. Все. Можно идти вниз. Смотрите, как. Напомню, мы на девятом этаже. Сейчас спустимся ниже. О, блин. Смотрите, какая красота. Ну, вот надо только, конечно, все это было отмыть. Потому что вот заходишь сюда и вот как-то так. Ну, надеюсь, они отмоют к выдаче ключей. Панорамное остекление. Здесь открывается окно для вентиляции. Ограждающая сетка для безопасности. И двухкамерный даже стеклопакет не сэкономили. Как часто это бывает с однокамерным. Восьмой этаж. Закрыта. Видна отделка, чтобы строители ничего не запоганили. Когда таскают большое количество различных материалов. Здесь указатели есть на каждом этаже. Блин, ну, четко смотрится. Молодцы. Ну, вот это, конечно, за это оценка кол. Двери тоже. Обратите внимание, какое большое количество остекления. Двери-то магнитные, да? Полагаю, да, магнитные. Небольшое количество квартир по нынешним меркам. Нормальный коридор. Но большое количество грязи и стройматериалов. Колпачки защитные снять забыли. Ну, так ключи оставляют. Заходи, кто хочешь. Нормально. Ну, вот это надо, конечно, демонтировать. 25, а тут 209. А с цифрок... Надо, мы пленку не сняли, да. Тут пленка, похоже, есть. Ну, вот так вот. Друзья, здесь из нюансов. Он может приехать на нулевой этаж. То есть, это вот с уровень землей. И подняться на первый этаж. Если вы зашли со двора, то, соответственно, нулевой этаж зашли. Вы можете подняться на первый. Это, кстати, очень круто. И у многих застройщиков этого не хватает. И полагаю, как раз вот эта створка откроется. Есть камера. Пластик этот бы надо протереть, чтобы было лучше видно. Нулевой этаж. Блин, ну, лифт четкий. Да, да. Вот видите, открывается. И мы с вами выходим во двор. Допуска системы работает. О, тут открыто, поэтому мы видим. А здесь мы видим землю. Семян травы я пока не вижу. Кустарник это такой. Вот он тут. У меня ощущение, что он умер. Вот это все. Как-то оно такое, знаете. И очень-очень маленькое. Очень. Спуск у нас есть в приямок. Тут большое количество строительного мусора. Но при этом, кстати, кирпичик сделал так неплохо. Красивенько. А здесь видим, что была влага. И вот, обращаю внимание, что ей уходить отсюда и некуда. Здесь такое ощущение, что забыли. Вот видите, вначале сделали фасад, а потом уже прокладывали кабель. Закрыто. Желко. Хотелось бы посмотреть. Блин, даже вот здесь обратите внимание, какой поручень. Грязно, конечно, но из нержавейки. Закрытая территория. Нормально смотрится ограждающая конструкция. То есть такой нормальный забор. Мы видим, что еще работы идут. Не знаю, это подрядчик-застройщик, либо уже управляющая компания. Закидывают сюда землю. Почему раньше сделали, непонятно. Детская площадка. Территория небольшая, но такая достаточно уютная. Безопасное покрытие резиновое. Здесь деревца такие высокие, посадили. Стройматериал не забыли везде оставить. Тут временная подача электричества. Кстати, люки хотя бы в уровень с газоном. О, а здесь эти семена все засыпали. Здесь такое ощущение, что поливали, потому что видно, что земля такая темная, еще мокрая. Чем-то вкусным запахло. Так, ну что, у нас тут тоже закрыто. А тут спортивная площадка. Ну, в принципе, тут и все. Здесь открыто, закрыто. Тут закрыто, а лифт... О, а здесь чище. Тут вымыли, что ли? Так, давайте здесь проверять. Спускаемся в приемок. Видим кучу мусора. Грязь. Дверь закрыта. Ну, вот почему это так, я, честно говоря, не понимаю. И вот здесь почему-то сетка отсутствует, где кран. Там вообще, по идее, дверца должна быть, но ее почему-то нет. Но спасибо, что фасад очень аккуратно сделан. Вот здесь видно, что, наверное, то ли второй раскрасили, то ли подкрашивали, и цвет немножко другой. А так... Все нормально. Ну, и мне нравится, что входные группы все в уровень землей. Везде можно сразу зайти на лифт, подняться, куда тебе нужно. Основное, это Крининг. Класс энергоэффективности B. Высокий. А мы вот были вот в этом подъезде. Пойдемте в самой первой, с левой стороны, которая ближе к магниту. Посмотрим, что у нас там, если там открыто. Ну, вот обращаю внимание, что вот здесь они подкидывают землей. Вот он возит. Почему раньше сделали, непонятно. Почему раньше не посадили семена травы, тоже непонятно. Она бы уже взошла. Почему рулонный газон не используют. Не знаю, может он дороже. Площадка для сбора твердобытовых отходов. Здесь, обращаю внимание, сразу есть раздельный сбор. Пластик, стекло, бумага, металл. Главное, чтобы это работало. Вот такие урны. Очень такие специфические, кстати, решения. Потому что они оттуда поднимаются. Там все течет, такое бывает. Есть парковка. О, как хорошо сегодня тепло. Наконец-то тепло стало в Питере. Еще одна входная группа. Заходим. Аналогично коврика нет. Есть тамбур, как и там. А, тут немножко по-другому. Тут сразу ступени наверх. Здесь уже был какой-то клининг. Но не до конца все поубирали. Смотрите, сразу все чище. И вид совсем другой. Да? Вызвал лифт. Вот так выглядит лестничный марш. Шикарно. У меня других слов нет. Очень красиво. Практически все отмыто. Цифра объемная. Так, лифт подъезжает. Этажность. Где какая квартира. Антивандальная отделка. Обычный ОСБ. Едем с вами на последний этаж. Аналогичный лифт. По мне не хватает какого-то баннера, на котором будет написано «Добро пожаловать домой». И все такое. Почему открывается, если не закрывается? Вентилятор. Ну ничего себе, ты как разговариваешь. Молодец. А я когда поднялся наверх, на первом этаже, был сотрудник, не знаю, то ли это управляющая компания, то ли застройщика. И смотрю, здесь уже так все отмыто, красиво начинаю задавать вопросы. И мне говорят, что вот здесь они уже начинают передавать ключи. Скоро уже будут передавать. Здесь, соответственно, будут еще делать клининг, все домывать, потому что еще есть какие-то огрехи. Я так думаю, нифига себе, как круто. А там они еще делают отделку и, соответственно, передают потом. Поэтому я сразу успокоился, потому что думаю, блин, ну что, еще один такой же застройщик, косячечник. А нет. То, что там как раз есть тогда мусор, это нормально, раз они еще не передали, бог с ним, пусть после сдачи, но зато будет все отмыто и чисто. И это реально стоит дорогого и круто. Обращаю внимание, что на каждом этаже аналогично большие цифры. Видно, на каком этаже находится лифт. Это электроника вся, соответственно, правильной лифтами. Она вот, ну, примерно не мешает. Ну, вот здесь есть холл. Мне очень нравится, что, ну, смотрите, вот когда отмыто, вообще все совсем по-другому. Смотрите, большое стекло. Двери, получается, у нас вот с этим, да. А, здесь доводчик модный. Как у ЛСТ. Закрыл, и все. И вот, вот это круто. То есть не сэкономили пару тысяч рублей или больше, а сделали реально нормально. И смотрите, вот когда это закрыто, вы поднимаетесь, и видите, 73-я квартира налево, 81-я направо. И то, что это 9-й этаж. Так, ну что, пойдемте квартиры смотреть. У нас здесь все открыто. Тук-тук. Добрый день. Отделка все-таки, да, это получается от застройщика. Двери. Белые красивые двери. Ванна. Слушайте, четко, затирка хорошо смотрится. Плитка. Ванна. Обращаю внимание, что вы здесь везде прошли с герметиком. Ох ты, даже вода есть. Так, у нас есть леечка. Леечка вот на такую, как она правильно называется, на стойко, да, ставится. Слушайте, при чем это такое? У меня ощущение, что это не из дешевых, да, или нет? Или не так кажется? Вот кто есть специалисты, скажите, вот эта фирма Лак, нормальная, нет? Везде все одинаковое. Экран. Ну-ка. Смотрите, друзья, а здесь плитка, здесь везде плитка. Они, как некоторые экономят, это касается пика, я помню. Там плитки нет. Если ты решил там вот эту ванну акриловую поменять от застройщика, к примеру, на чугунную, то, возможно, у тебя там не все так это. Придется плитку докупать. Дальше здесь обычная, здравствуйте, инсталляция. Это реально круто, видите, от застройщика, потому что обычно это делают сами за свои дуб деньги. И даже, в принципе, меня вот эта труба особо не смущает, потому что ее не видно. Приятно получить вот такую тумбочку с сифоном в комплекте. Здесь у нас счетчики с возможностью передачи показаний, только вот непонятно, есть ли куда-то это возможно подключить. Все, ванна все. И здесь что-то, наверное, повесит. А, здесь это электросушитель. Ага. А здесь везде ламинат по всей квартире. Комната, большая комната. Обращаю внимание, что обои под окраску здесь окрашены, смотрится красиво, цвет такой, серый, красивый светло-серый цвет. Европлинтус, заглушки на подрозетнике, труба тепло-шумоизоляции, конечно, смотрится так себе очень, так себе. Но, с другой стороны, если колес большой повесить, то закроется занавеской. Так, вид у нас куда? Кстати, вот здесь, блин, даже здесь все отмыто, смотрите. Блин, значит, не обманули, получается, ребят. Вот, да, у нас вид на главную улицу, на соседний дом, расстояние прилично. Вот, видите, алкомаркеты, свежий хлеб, пивточка, ну, тут все есть для жизни. Суши, частный сектор виден. Давай си тут смотри. Так, примыкание сделано хорошо, фасад сделан хорошо, есть даже шумоизоляция отлива. Окно у нас вот это просто открывается, а это должно быть, да, на форточку. А есть доступ воздуха, обратите внимание, они не из дешевых, они, как правило, вот такие конструкции работают, аэроком называется, очень-очень хорошо. Радиаторы небольшие, отдельно стоят эти счетчики на тепло, нормальное количество розеток, есть такая ниша, любят ее либо под шкаф закрывать, либо сюда ставить кровать. Дверь смотрится красиво. Тут даже, кстати, обращаю внимание, что наличник подлично подрезали, вот здесь есть такой небольшой сколик. Это у нас, полагаю, кухня. Кухня тоже с нишей. Обратите внимание, как сделан вывод воды. Надо было только делать красный, синий, а то все синий, непонятно где горячее. Канализация. Как раз сюда вот так и просится кухня, буковка и П. Тоже обои под окраску, такой же ламинат, радиатор отопления. И обратите внимание, что, например, бывает, что их почему-то ставят вот сюда и закрывают весь свет. А здесь он стоит у стенки нормально. А, свет здесь не горит, понятно. Но вот здесь тоже, да, натяжной потолок, там всего лишь одну мистеру можно повесить. Было бы, конечно, здорово, если бы можно было зонировать, дополнительно сделать свет, тем более на кухне. У нас здесь лоджия. Из бетона. Дом, вообще, конечно, должен быть теплым и прохладным летом из-за технологии венфасада. Вот там у нас утеплитель. Поэтому нагревается штукатурка, а тепло дальше через утеплитель не продают, поэтому плиты будут прохладные. Хорошо, кстати, зачеканены все сварные швы. Вот здесь они, пластины сваренные, плиты все проварены, то все нормально. Ну, слушайте, вот здесь совсем все по-другому. Мне вот здесь нравится, друзья, мне нравится как это, все то, что я здесь вижу. Вот, не считая этой трубы, здесь, конечно, надо думать, как обыграть. Так, в комнате у тебя такое. Не очень. Домофон, Элтис, ну, самая базовая трубка. Здесь у нас автоматы, все подписано. Вот, плита, розетки, розетки комнаты. Смотрите, как мы разнесли. Вот однушка, смотрите, сколько их много. Си-63, Си-40, Си-16, Си-16. Раз, два, один, главный раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А бывает там два стоят или три. То есть нормальная. Про дверь входную я уже говорил. Так, давайте посмотрим, какую-нибудь большую квартиру хочется посмотреть. Это, скорее всего, тоже однушка. Окей, если открыто, вот здесь должно быть. О, открыто, да. Ну, тут прихожая такое название одно. Сюда что-то для оперативной только вешалки какие-то поставить. Аналогичное количество автоматов. Сейчас посмотрим, сколько здесь комнат. Здесь у нас ванна. Так, а что у нас? Ага. О, красота. О, закреплять нужно. Это, кстати, очень опасно. И вот это закреплять нужно. А что ж такое? Звонок. Ванна. Слушайте, ванна большая. Все аналогично. Смотрите, как красиво. Молодцы. Молодцы. Алюминиевый уголок такой современный смоется классно. На тяжном потолоке вот вижу, знаете, такой складочке небольшой это поправляется. Познай приемщики ваш смоет. Так, вот он получается полотенцесушитель. И вот у нас шнур. Вот как считаете, шнура хватит вот досюда. И почему нельзя было вот здесь розетку к примеру сделать? Я сейчас не понимаю. Полотенцесушитель смоется прикольно. Две розетки, значит, один под полотенцесушитель зайдет, второй. А, вот сюда получается они рассчитывают, что стиралку нужно поставить, потому что вот вывод под стиралку, вода под стиралку, ну и соответственно розетка. И больше розеток нет. А вот я хочу, например, подстричься, побриться. У меня электробритва или фен у женщины, у девушки. Ну, соответственно, надо что-то выдумывать, какой-нибудь тренчок уже ставить. Комната. А, это кухня, наверное, да? Да, это кухня. Здесь, кстати, круто, что вот мне сказала сотрудница либо ЭТОК, либо застройщика, не знаю, что здесь индивидуальная итальянская вентиляция. Это реально круто. И это, обращая внимание, дом панельный. Это типа, можно так сказать, это же панельный дом, намного технологичнее, чем большинство новостроек. Слушайте, даже АТОК тоже прикольный, вид нормальный. Когда вот этаж у вас повыше, не смотришь прямо в окна, чуть выше, такой вид достаточно обширный. Все расцветает, зелени достаточно. Такая специфическая квартира, однокомнатная, но при этом большая. Кстати, мне здесь понравилось, что очень большие площади у квартир, очень большие. То есть, по нынешним меркам, они реально большие. Здесь получается окно и выход на лоджию. Так, давайте дальше смотреть, что у нас тут еще есть интересного. Слушайте, ну сделана квартира четко. Ну, так сказать, что-то такого криминального я здесь вообще не увидел. А еще одна квартира. Тук-тук, добрый день. Прикольно. У них здесь два санузла. Санузел, тоже инсталляция. Счетчики. Ну, кстати, счетчики тоже, вот смотрите, стоят, а вот как мне там показания снимать, я их даже не вижу. Ну, реально, как-то видно, но, блин, это такие танцы с бубнами, что они здесь раньше не подсчитали. Зато здесь есть тумбочка, у которой надо поправить уже герметик. Видно, поставили ее, или она вниз ушла, или еще что-то случилось, либо промазана с герметиком. Так, вот это уже получается большая квартира. Итак, вот мы зашли, количество автоматов почему-то тоже одинаково. Почему не закрепили? Забыли. Элтиса я бы заменил на какое-нибудь панно, современное, если есть еще и возможность с видео. О, слушайте, а вот эта кухня, это кухня. Выход на здесь балкон, дополнительное, вот такое окно, такая амбразурочка, ну это плюс еще свет. Блин, друзья, вот реально круто, что здесь все отмыто. Я вот просто, вот мне очень это нравится, что такая чистота. И они сказали, еще буду дальше отмывать. Ну вот это только, да, вот не знаю, вот оцените, напишите в комментарии, как вам вот это решение. Конечно, если вот это снять, просто она будет белая труба. Да, на пластику, слушайте, зашита как хорошо. Это у нас комната, желаю, с большим окном. Напомню, здесь квартира от 5 миллионов 800 тысяч рублей одна комнатная стоит. Здесь тоже, ну это нормально, уютные комнаты, по площади сразу вышел, и ты, соответственно, на кухне. Это что у нас, трешка получается? И здесь, а это большая, это для родителей. Вот смотрите, смотрите, как все намыто, смотрите, как все блестит. И они говорят, мы еще будем дальше отмывать. О, 5 баллов. Хорошо, что я зашел сюда, то я бы просто разочаровался, бы застройщики. Блин, красавцы, красавцы. Вот, вот так это должно все видеть. Вот это все унесут, блин, здесь уже все везде чисто. Это меня круто радует, и вот таких косяков каких-то там и не видно. Значит, здесь у нас тоже стекло. И обращаю внимание, как все отмыто. Ну, здесь аналогичные будут квартиры. Тут однушка. Самые большие вот они вот здесь, получается, в торце. Ну, все то же самое. Да? Или нет? Да, пожалуйста. Итак, я здесь еще не было. У нас раз комната, это кухня с выходом на балкон. Обращаю внимание, что здесь еще, вот здесь окно сделано. И еще на вентиляцию открывается. Четко, чисто, без всякой грязи. Вот здесь, смотрите, я бы, знаете, что сидел, просто бы окрасил бы белой красочкой, и все, и больше ничего не надо делать. Окна шикарно открываются, шикарно, все работает. да, получается, вид на соседний дом, детский сад, ну, расстояние большое, все круто. Смотрим, у нас окна установлены на пластины, хорошо промазали мастикой, это под подоконник, пластиковый. Если он кому-то, конечно, нужен, лучше всего, в принципе. Вот видите, по вытяжке понимаем, что это ванна, и здесь классически получается такая планировка, это ванна, и, соответственно, санузел. О, а здесь, кстати, показания снимать попроще. Вот так вот. Ну, в принципе, посмотрели планировки с вами, давайте посмотрим, ну, тут наверх выходить, наверное, смысла никакого нет, все будет, соответственно, аналогично. Ну, вот обратите внимание сами на лестницу, чисто, все красиво, спустимся с вами ниже, все отмыто, вот здесь надо только подкрасить, вот свежо, круто, что открываются окна, большой плюс, причем, значит, не нужно тянуться на самый верх, вот здесь вот такая есть ручка, смотрите, опа, и так же закрываем, молодцы, четко все сделано, не каждый застройщик может сделать так красиво и все отмыть, восьмой этаж, аналогично разделение, раз, два, три, четыре квартиры здесь, и раз, два, три, четыре, пять квартир здесь, вот так вот, пошли вниз. А что еще заметил из нюансов, вот это, друзья, обычный лестничный марш, который привезли с завода, обратите внимание, они шпаклянули, окрасили, покрытие на марше, и вот здесь закладная, просверлили, на макерах, смотрите, как красивенько все сделано. Вот, я такое помню только у Банавы, больше я ни у кого такого еще не видел, ну, или просто я не помню, возможно, это еще где-то было, но вот на память пока приходит только Банава. Красота. Красота. Вот здесь они молодцы, что все взяли и отмыли, а там надо закрыть, чтобы туда никто не зашел, и такой, как я, потому что изначально я туда пришел, в тот подъезд крайний получается, который они еще не передают, у меня все упало, а здесь я смотрю и понимаю, блин, вот это круто, я хочу здесь купить квартиру, когда я вот это все вижу. Вот маленькие застройщики почему-то могут вот так сделать круто, в отличие почему-то от большинства других. А вышли с вами на улицу. В общем, так полагаю, через недельку они тут все доделают, если не раньше. Так, а что с подвалом-то? Нам бы с вами в подвал, друзья, пройти. Ага, здесь уже все, а там все закрыто. Эх. Мы с вами посмотрели дом, значит, еще раз, да, получается, вот эти два подъезда они еще не передают, доделывают отделку чистовую, потому что здесь большинство квартир чистовой отделкой доделывают, вернее делают, и будут, как вот здесь, здесь еще будут мыть, я, конечно, просто в шоке от уровня передачи, по крайней мере, вот этого подъезда. как я уже в начале видео показывал, магнит, бар-егер, достаточно хороший фитнес-клуб, кому это важно, для любителей спорта. И мы сейчас еще с вами пройдемся как раз к комплексу, а вы как раз посмотрите, что вас здесь окружает. А благо уже за какое-то время подросли деревья, трава подросли, это, по мне, плюс. Плюс, а, да, егер, смотрите, работает, вон наверху можно у них тут посидеть, прикольно. И вот, если издалека смотреть, смотрите, какое расстояние приличное. То есть тут дорога, стоянка, зеленая зона, еще тут, наверное, три полосы, а, две полосы, тротуар, зеленая зона, то есть метров, наверное, 70 примерно, да. Ну, это тоже детский сад, комплекс, ну, в общем, нормально. Нет какого-то, знаете, отторжения. Вот как раз здесь частный сектор, вот туда мы повернем направо и дойдем еще до одного комплекса торгового. Смотрите, какая машина интересная. Еще, наверное, военная, если не удивлюсь. О, шашлыками запахло, тот уже шашлыки жарит. Ну, вот, в принципе, эта дорога. Кстати, а здесь ближайшая станция метро Девяткино, друзья, до Девяткино это прилично. На автобусе Яндекс мне показал ехать около 28 минут, на машине 17. 15 минут. А, вот понятно, вот чем-нибудь шелуком запахло. Затопили баньку, не знаю, или домик такой маленький, где люди живут. Вот это все частный сектор за заборчиком. И вот она дорога. Мы уже скоро почти с вами дошли. Вот он уже виднеется впереди. Вот он, друзья. Тут все в шаговой доступности. Но с дорогами тоже, понятно, здесь дорог больше не будет. Детских садов и школ тоже навряд ли больше будет. Не будет, потому что у нас их почему-то не очень-то любят строить. квартир строит больше, социалка не успевает никогда. Пробки, они везде есть. И в центре города, и не в центре города. Потому что большой поток людей, автомобилей, примерно в одно и то же время начинает выезжать на работу и, соответственно, с работы. Сегодня пятница. День. Ну, здесь машин, на самом деле, очень достаточно большое количество. Но, полагаю, у жителей, если приезжаешь в обычные нормальные часы, особых проблем не будет для того, чтобы припарковаться. Вон, видно, уже управляющая компания Арсенал поливает. Все, молодцы. Травку, наверное, еще посеяли. Ну, вот мы уже подходим. Вот тут Бургер Кинг. Обозревал я проект от Пика. Тут все такое, в шаговой доступности. И это, конечно, здорово. А здесь перекресток. Он, по мне, чуть приличнее, чем магнит. Ну, и здесь он большой. Выбрать здесь больше продуктов, нежели чем у пятерки либо магнита, который у дома. Ну, вот он как раз перекресток, детский мир, Бургер Кинг, Тандыр, овощи, фрукты, палаточки стоят, павильон Ермолина, главная дорога, шиномонтаж. Через дорогу советская застройка. Ну, вот мы будем возвращаться вот здесь под... Да, здесь, конечно, лучше дворами ходить, потому что тротуаров здесь вот все в пыли. Это вопрос, конечно, не застройщикам, а к области, которая здесь должна все это, соответственно, убирать. тут, конечно, ходить не очень-то комфортно. Прикольно, да, идешь, у тебя такие высотки и частный сектор. Да, раньше это была небольшая деревушечка, а потом началась грандиозная стройка, и все позастраивали. Чуть раньше, не доходя, перекрестка можно вот здесь срезать. Вот видите, можно проехать, на машине нет, а вот пешком да, потому что вот здесь получается остановка общественного транспорта, и можно перейти на другую сторону главной улицы, не забыть нажать, вот девушка уже нажала на заветную кнопочку, и пойдем посмотрим, что с озерцом. Вот получается за этим домом Браунхаус Фэмили. Кстати, застройщик прикольно называется, если не ошибаюсь, называется Черника. Есть застройщик Брусника, у которого шикарный маркетинге, очень интересные проекты, озеленение, а этот Черника, теперь у нас есть два хороших застройщика, Брусника и Черника. О, как вкусно пахнет! Ну, да, видите, здесь получается обычная была двухполосная деревенская дорога с обычной обочиной, тротуар это вот такая дорожка. Конечно, не хватает здесь руки хозяина, который бы это все привел в надлежащий вид, в современный вид и комфортную городскую среду для жителей бывшей деревни. Вот оно, само озеро уже вблизи, тут можно прогуляться с детьми, просто пройтись, покататься на велосипеде, чем-то, чем-то, а набережная вся, как видите, благоустроена, такой спуск родной к воде. Не удивлюсь, что здесь может даже на лодочке поплавать, если оно у вас есть. Вот вот такой небольшой парк, уточки видны, крякают, еще там-то один пирс, он, видно, уже с детьми гуляет, здесь тоже такая большая прогулочная зона, молодцы. Беседки, птички поют, красота. Жилой комплекс мне понравился, мне нравится сама технология строительства этой панели, я за панельное домостроение, потому что заводское качество никогда, но всегда будет выше, нежели чем это делают по месту, плюс вот то, что сейчас они передают в первую очередь шикарная передача, даже с тем уровнем клинга, который они произвели, он уже на очень высоком уровне по сравнению с другими застройщиками. Ну и, естественно, цена 5,8 миллионов рублей, а с частовой отделкой там 6 получается с копейками, то есть достаточно интересная цена. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь, мои контакты в описании к этому видео. Друзья, рад был вас всех видеть, обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok